При включении обязательно нужно проверить тягу. Это самое важное. Когда будет тяга, тогда можно включать. Тяги нет, не пытайтесь. Нужно будет узнать, почему ее нет. Потому что сразу придет прокидывание, и газовый котел может потухнуть. Вот так буквально на пальцах приходится объяснять, как необходимо вести хозяйство. Многие из них уже давно создали свои семьи. И вот получают собственную квартиру. Теперь хозяйство придется вести уже самостоятельно. А кто-то даже ни разу не пробовал разжечь газовую печь. Но безусловно, свое собственное новое жилье для этих людей – огромная радость. Приятно ощущать то, что жилье есть, какая-то база для будущего. Перспектива уже какая-то появляется. То, что рассказывают, все покажут. Для нас же это впервые все-таки. Семь лет назад в регионе появилась программа по обеспечению жильем детей-сирот. Только в этом году из областного бюджета на эти цели было выделено около 500 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом. В этом году мы делаем еще один шаг вперед. Мы не просто стремимся решить эту задачу и максимальное количество нижегородских сирот обеспечить квартирами, но и сделать так, чтобы они в этих квартирах действительно налаживали нормальную человеческую жизнь. Ни для кого не секрет, что из детского дома ребенок часто выходит, ну уже не ребенок, уже практически взрослый человек, тем не менее, выходит в жизнь, не обладая какими-то основными представлениями о том, что же такое самостоятельная жизнь. Вместе с новой квартирой дети-сироты получают инструкцию по ее эксплуатации. Теперь для новоселов будут проводить и мастер-классы. Как обращаться с газом, как оплатить счета. Тут можно получить ответы на эти и многие другие вопросы. Все в предвкушении, в ожидании того, когда они получат ключи от квартир. Я думаю, что в процессе, в дальнейшем, при том, как они будут обживаться, вопросы, которые будут возникать, главное, что сегодня были определены контакты. Кому обращаться в администрации, кому обращаться в домоуправляющие компании, в те структуры, которые будут обеспечивать газом, водой. У них это есть. Куда звонить, с кем общаться. А Елена Жукова сейчас решает не менее важный вопрос. Как обустроить новую квартиру? Тут уж ни одна служба, кроме подружек, не поможет. Здесь бы я поставила шкафу «П». Вот здесь бы я повесила плавку. А здесь бы я поставила медленную кроватку. Она в пол, маленький, небольшой. Алифтина Батурина, Алексей Завылов. Из Навашина. Объективно. ННТВ.